Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про Александра Солженицына. Какая сумма находилась на европейских счетах писателя, перед его высылкой из страны. Ольга Афанасьева в своей книге Мстислав Ростропович писала, что Александр Солженицын жил всего на 1 рубль в день, экономя буквально на всем. Однако на самом деле Солженицын уже тогда был долларовым миллионером. Информацию о суммах, которые накопил на своих европейских счетах писатель, предал гласности еще Юрий Андропов. В высылке Александра Солженицына из страны предшествовала история с одним из самых известных произведений писателя, архипелаг ГУЛАГ. Федор Розаков в своей книге «Почему не гаснут советские звезды» со ссылкой на историка Роя Медведева упоминает о том, что в 1973 году сотрудники КГБ, прознав об архипелаге, принялись охотиться за рукописью. Уважаемые зрители, мы знаем, что нас смотрят 95% людей без подписки, просим вас подписаться на наш канал, для вас это ничего не стоит, а нам это поможет в продвижении, также ставьте лайк этому видео, это поможет в продвижении этого ролика, и его увидят больше людей. Один экземпляр, был изъят у помощницы Солженицына Екатерины Воронянской, которая впоследствии из-за этого покончила жизнь самоубийством. Но другой экземпляр Александру Исаевичу, удалось переправить на Запад, где отрывки из него были немедленно переведены и напечатаны, в различных газетах и журналах. После этого судьба Александра Солженицына была предрешена. Правда вопрос о том, какие именно меры необходимо применить к литератору, в правительстве вызвал споры. На заседании Политбюро, которое, по словам Александра Островского, автора книги Солженицын, прощание с мифом, состоялось 7 января 1974 года, Алексей Косыгин предложил провести над Солженицыным суд, а уж затем выслать его в Верхоянск, куда не поедут зарубежные корреспонденты. Сторонниками ареста писателя также оказались Николай Подгорный, Андрей Громыко и Александр Шелепин. Против такого развития событий был лишь глава КГБ Юрий Андропов. Однако тягаться с оппонентами в открытую Андропов не стал. Юрий Андропов вышел на связь с канцлером ФРГ Вилли Брандтом и попросил его о политическом убежище для Александра Солженицына. Когда Брандт согласился, а потом и публично заявил о готовности Германии приютить у себя советского прозаика, Андропов умело склонил к идее о высылке писателя из СССР и Леонида Ильича Брежнева. Хотя по словам Леонида Млечина, автора книги КГБ, председателя органов госбезопасности, рассекреченные судьбы, посидеть немного в Лефортовской тюрьме Солженицыну все же пришлось. Но уже в феврале 1974 года он действительно был выслан в ФРГ. В том же месяце Александр Исаевич прибыл во Франкфурт на майне. Примечательно, что Юрий Андропов снабдил Александра Солженицына деньгами на дорогу в размере 300 марок, хотя отлично знал, что Солженицын – миллионер. По утверждению Роя и Жареса Медведевых, авторов Нобелевских лауреатов России, на упомянутом январском заседании Политбюро Андропов, дал понять, что о судьбе Александра Исаевича на чужбине можно не беспокоиться, так как на счетах писателя, зарегистрированных в европейских банках, в общей сложности находится около 8 миллионов рублей. В соответствии с тогдашним курсом рубля эта сумма равнялась 12 миллионам долларов. Откуда же взялись такие деньги у Александра Солженицына, который любил выставлять себя нищим советским писателем? По мнению Александра Островского, Солженицын, живя в Советском Союзе, вряд ли в чем-либо нуждался. Так, по воспоминаниям Натальи Решетовской, супруги литератора, за рассказ «Один день» Ивана Денисовича Александру Исаевичу заплатили из расчета 300 рублей за авторский лист. А таких листов в рассказе было шесть. Для сравнения зарплата самой Решетовской, которая работала в ВУЗе, составляла 320 рублей в месяц. Несмотря на то, что больше ничего на родине Солженицыну опубликовать не удалось, он получил несколько авансов за впоследствии запрещенные произведения. Например, за роман в круге первым ему был начислен аванс в размере 2700 рублей. Кроме того, Солженицын активно печатался за рубежом и соответственно получал за это немалые гонорары. По данным Олега Матвеичева и Анатолия Белякова, авторов книги «Ватник Солженицына», валютный счет во внештаркбанке у Александра Исаевича появился еще в 1963 году. По словам Карлайл, за роман в круге первом издательства «Харпи Рэнд», Лоу было готово заплатить Солженицыну, только в качестве аванса около 60 тысяч долларов. Не стоит забывать и о наследстве, которое получил Солженицын после смерти Корнея Чуковского, а также о Нобелевской премии. К тому моменту литератор уже обзавелся собственным заграничным адвокатом Фрицем Хиебом, которому велел перевести часть престижной международной премии на его счет в шведский или швейцарский банк. Продолжение следует...